Музыка 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 Я думаю что и Динамо Минск В общем весь Советский Союз так или иначе делился на поклонников не только своих скажем так союзных клубов республиканских клубов но очень много поклонников разных клубов Даже Динамо Тбилис например были поклонники в Москве или в Украине Ну например в Украине болели за Московский «Спартак» Были такие люди которые болели безусловно я был много раз на матче например в Динамо-Киеве Знаешь, уже многие годы ситуация практически глобально не меняется. Два основных соперника, Шахтер, Динамо, Киев и второй эшелон, это Металист и Днепр, которые решают вопросы, как правило, третьего, четвертого места. Абсолютно согласен. Сейчас я взял у тебя эту табличку. И в любой год прошедший она могла соответствовать. Гол! Ну что же. Гол! На центр указывает арбитр Владимир Маскалев. Вот так, вот так вот мы поговорили, поговорили и тем временем сборная Украины... Все-таки статус фаворита оправдали. Руслан Малиновский, выступающий под 14 номером, открывает счет в этом матче 1-0. Ну посмотри, вот смотри, это была подача со штрафного капитана, кстати, опять Калитвинцев. И, ну здесь, конечно, защита проспала. Ну, смотри, мяч врывается в штрафную. Никто его из защитников не контролирует. Ну и представитель футбольного клуба Севастополь. Участливые параметры честной игры, фейерплей, все-таки это же не очень красиво. Он сказал, да, я подожду... Гол! Не зря заговорили о Марадонии. И сейчас... Какой красавец! Это же красивый мяч. Великолепно. Это была рука Бога. Да. И вот смотри, какой удар с левой ноги. Великолепно. Просто великолепно с точки зрения футбола. Но я тут должен обратить внимание, на мой взгляд, не на совсем четкую игру. Да уж просят меня поклонники сборной Кыргызской республики. Но Андрей Ситальенко сейчас, на мой взгляд, сыграл не очень четко. Либо встать в защиту, не пропустить больше. Посмотрим. Вот по первым минутам второго тайма видно, что сборная Кыргызской республики хочет результат, ну, не то что сравнять, но побороться еще с Украиной. И вот сейчас опасность штрафной. В первом тайме таких моментов не было. По центру. И удар. Ну, удар очень слабый. К сожалению, получился. И к счастью для... А пока, к сожалению для поклонников Кыргызской республики, мы ничего подобного не видели. Вот идет уже 64-я минута матча. Вот мог сейчас быть неожиданный момент. И в первом тайме вот прямо... Вот линии штрафной. Еще одна замена. Такие худенькие ворота, ты обратил внимание, да? Вот раньше? Да, 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 да. Сейчас все худее и худее. Чтоб не прохудились, главное. Санжар Шаршеев ушел от Бекмурза Дуванаев. Под 22-м номером. Бекмурза. Оф. Бекмурза Дуванаев, номер 22, goes for Санжар Шаршеев, номер 6. Шестой ушел, 22-й вошел. Ведь истинный болельщик познается в чем? Когда он болеет... При любом результате. Вот знаменитая есть такая фраза, чтобы стать женой генерала, надо выйти замуж за лейтенанта. Вот так его должно быть. Ну, из-за рядового. Кайрат, Дыр, Галлбек. И каждый рядовой может стать генералом. Не каждый. А здесь все же как, любишь, боюсь, как ляжут. Да, да, да. А вдруг по-генеральски ляжут. Безом, бывают такие истории, как вот сейчас с Барселоной произошло. Когда иногда большие деньги ломают профессиональную судьбу. Но это, как говорится, совсем другая история. Сейчас... Ура! Как-то интересно, добавил. Все, полторы минуты добавил. Вот так вот. Ну, молодец. Надоело Владимиру Москалеву. Итак, 2-0. Украина выиграла у Кыргызской республики Дмитрий Калугин, Николай Пьевненко. Всего доброго. До свидания. 2-0. Тим Украина везет.